Деньги пошли на оказание мер поддержки семьям с детьми. Капитальные ремонты спортивных залов нескольких школ, строительство долгожданного ФАПа в станице Ставропольской, ремонты дорог и домов культуры, благоустройство общественных территорий по программе формирования комфортной городской среды. В нынешнем году планируется благоустройство скверов в станице Григорьевской и селе Львовском, капитальный ремонт старого здания 43-й школы в станице Северской. Продолжится реализация федерального проекта по переселению из ветхого и аварийного жилья. Глава района обратился к руководителям поселений с настоятельной просьбой максимального участия во всех возможных программах и проектах. Прошу всех очень серьезно отнестись к участию в программах, делать все возможное и невозможное для того, чтобы в них поучаствовать, вступить и реализовать эти программы на территории поселений и районов в целом. Понятно, что денег нет, тяжело и так далее. Знаете, наверное, открою секрет, что на все всегда денег не хватает. Но на самое важное, актуальное надо обращать внимание. Об остростоящей проблеме переполненности школьных классов и групп в детских садах доложила начальник управления образования Любовь Масько. На сегодняшний день у нас очень много классов, в которых обучается по 38 учеников. А группы детского сада, несмотря на то, что мы их оптимизируем, общим списочным составом составляют от 42 до 46 человек. Президентом Российской Федерации была поставлена задача реквидации очереди детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. С 2015 по 2019 годы в детские сады района было введено 882 места для дошкольников. Нас удалось сократить очередь в детские сады, в том числе за счет оптимизации помещений и создания групп кратковременного пребывания. Это, конечно, вынужденная мера, и она не является самым лучшим решением. Несмотря на то, что миграционные процессы немного уменьшились в последнее время, но, тем не менее, в детских садах ряда населенных пунктов до сих пор отсутствует возможность приема детей до трех лет. Это, например, Народбитевское, Азовское поселение, где на сегодняшний день функционирует всего лишь по одному детскому саду. Кроме того, с января этого года закрылся второй детский сад посёлка Ильского. Здание дошкольного учреждения отнесено к категории, находящегося в недопустимом состоянии. Малышей до трех лет распределили по и так уже переполненным садам посёлка. В Ильском и Афибском ситуация с нехваткой мест в детских садах и школах названа самой критической и требующей немедленного реагирования. «Количество детей растёт преимущественно за счёт миграционных процессов. При этом все внутренние резервы детских садов района практически исчерпаны», – добавила Любовь Масько. «Все помещения задействованы и оптимизированы. Похожая обстановка и в школах, особенно в тех же Афибском, Ильском и Северском поселениях». Руководитель муниципалитета поручил главам в обязательном порядке планировать земельные участки под строительство новых необходимых социальных объектов.